Форма ax² плюс by² минус z² минус abt² нетривиально представляет 0 тогда и только тогда, когда нетривиально представляет 0 форма ax² плюс by² минус z². Между прочим, над полемпеодических чисел, конечно, есть такая пара чисел ab, что символ Гильберта ab равен минус единице, но оказывается, что все формы такого вида, от четырех переменных, которые не представляют 0, это на самом деле с точностью доэквивалентности одна форма. Ну, это я сейчас не буду рассказывать, мы до этого еще дойдем, а давайте решим вот эту совсем простую задачу. Ну, в одну сторону. Разумеется, если для каких-то чисел x, y, z, не все из которых равны 0, ax² плюс by² минус z² равно 0, то можно просто подставить вместо t 0 и все замечательно будет. То есть в одну сторону утверждение абсолютно очевидно. В другую сторону. В другую сторону, смотрите, пусть для чисел x, y, z, t, не все равны 0 из которых, выполнено равенство ax² плюс by² минус z² минус abt² равно 0. Тогда перенесем z² и ax² направо, а из оставшихся вынесем b. Тогда у нас получится очень понятное равенство. b умножить на y² минус at², ну а это норма элемента y плюс t корней из а, а, расширение, которое получается прибавление корней из а, ну, в общем, и без всяких норм. Вот просто у нас есть такое равенство. Мы говорим, один случай, y² минус at² равно 0. В принципе, такое возможно. Но если это так, и если из переменных y и t хотя бы 1, не 0, то это означает, что число а², и тогда в виде y² минус at² представимы все числа. Ну, собственно, все. Тогда, конечно, форма ax² плюс by² минус z² представляет 0. Если для каких-то ненулевых y и t у нас y² минус at². Замечательно. Значит, можно считать, что делить на y² минус at² можно. Поделим. По формуле разность квадратов там все преобразуем. На сопряженное домножаем, считаем, считаем, считаем. И получилось, что число b – это есть разность квадрата и числа а умножим на квадрат. Все легко.